Жертв страшной аварии в Кривом Роге уже 9. В реанимации умер еще один пострадавший. Прямо из райотдела в больницу доставили и виновника аварии. Возле его палаты выставили охрану. Мужчине уже объявили о подозрении, а вот меру пресечения сберут, как только разрешат врачи. О новых подробностях, трагедии и материале Елены Миндалюк. Утром во второй городской больнице Кривого Рога умер еще один пострадавший во время вчерашней аварии. Это пассажир маршрутки. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сутки пациент пробыл в реанимации, но спасти его медикам не удалось. Крайне тяжелых двое остались крайне тяжелыми в реанимации. Двое перешли из состояния крайней тяжести в тяжелое, остальные средней тяжести. На данный момент в больнице находится 16 пострадавших во вчерашней ДТП. Накануне в больницу забрали и водителя Мазда Александра Волкова. Прямо из райотдела, где мужчине вручили подозрения в совершении ДТП. Из-за чего ухудшилось его состояние. То ли из-за травм, полученных во время аварии, то ли из-за обострения других заболеваний. Ни медики, ни правоохранители не говорят. По неофициальной информации у Волкова разрыв легких и четвертая степень рака. Авария произошла на одном из перекрестков вчера около 6 утра. Мазда выезжала со второстепенной дороги и должна была пропустить маршрутку, которая двигалась по главной. Но водитель этого не сделал, произошло столкновение. Маршрутку отбросила на встречную полосу и в нее влетел автобус. Полиция отвергает версию, что управлять Маздой мог несовершеннолетний сын Александра Волкова, а не он сам. Но свидетель утверждает обратное. Мазда влетела с хорошей скоростью. Не 50 километров, как положено, а летела с хорошей скоростью. И когда это все случилось, из-за руля вышел молодой парень в белом костюме. Ну, белая такая, верхняя одежда. А потом вышла девушка. Девушка очень кричала. Примечательно то, что сразу после аварии именно сын давал интервью журналистам. За то, что мы опаздывали, отец немного прибавил скорости. А из-за деревьев мы не увидели маршрут, который выезжал. В том, что именно несовершеннолетний сын был за рулем иномарки, а не его отец, уверенный и родные погибших. Как выяснили журналисты, Александр Волков, бывший сотрудник правоохранительных органов, и может воспользоваться связями. Сейчас там уже совсем другие слухи ходят, что там он высокопостановленный чиновник, ну, раньше был. Значит, что останется безнаказанно. А как же родственник, как же люди, как же мы, которых погибли. Сейчас в больнице остаются 15 пострадавших во время аварии. Если вину Волкова докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.